Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, от меня ушёл муж к другой женщине, никак не могу это принять, большое чувство вины, что не сохранила семью, что я виновата, слилась, просмотрела всё, когда это началось, повела себя как глупая, капризная девочка, хотя, как мне кажется, повести себя по-другому, много было моментов, когда я могла попытаться предотвратить беду, но повела себя почему-то неправильно, как будто мне щёры на глаза одели и мозг выключили, неужели это действительно конец? И мой муж не вернётся никогда, всё к этому меня и толкало, я Анна, муж Виталий. Ну, в первую очередь хочется сказать, что по моим ощущениям вы как будто задаёте вопросы эзотерикам, мы здесь психологи, и соответственно отвечать вам я буду с точки зрения психолог. Во-первых, ваши чувства нормальные, ваши эмоции нормальные по данной ситуации, по данным вопросам это правда, это действительно тяжело. вот, и развод это всегда травма, развод это всегда довольно болезненно, вот, измена, уход, это всё драма. Привычный мир для человека разрушается, и соответственно ему нужно учиться жить в новом мире. Вот, собственно, ваша задача прожить свои негативные чувства и обнаружить вот эту самую злость на своего мужа, вот, злость абсолютно нормальную, злость абсолютно естественную в данном случае. вот, и обнаружить её, эту злость нам необходимую, и выразить. Вот, что ещё хочется сказать. Ну, ещё хочется, наверное, отметить, что вы, вот, развод или уход мужа воспринимаете как что-то такое вот беспричинное. А, ну, на самом деле, мне кажется, что причины есть, и вам в первую очередь нужно смотреть на то, как всё к этому пришло. Вот, смотреть на то, как вы оказались в такой ситуации, в таком положении, да, и что это всё не случайно. то, что вот так произошло, скажем так. Вот, то есть это всё не случилось на ровном месте. Если это не случилось на ровном месте, то, соответственно, соответственно, как мне, опять же, видится, вы принимали в этом какое-то участие. Вот. И вам нужно увидеть, какое участие в этом вы принимали. То есть, что это за участие. То, что вы не можете принять уход супруга, да? Можно, как бы, условно, да, разделить на несколько моментов, на несколько частей. Первая часть заключается в том, что вас всё задевает, то есть, как-то обесценивает. Вас это обесценивает. Как-то, да? Это первый такой момент. Первый такой важный момент. Второй момент – это то, что вы потеряли что-то с уходом своего супруга. Да? То есть, это очень важно, очень важно постараться это увидеть. что вы что-то потеряли с уходом. Что именно вы потеряли? Нужно смотреть. То есть, чего вам сейчас не хватает. Ведь, понимаете, в чём дело? Дело в том, что ваш муж ушёл, потому что ему там лучше. Ну, туда, куда он ушёл, но лучше, да. Если вы человека любите и, ну, заинтересованы, да? В его счастье, в его развитии, в его благополучии каком-то, да? Вот. То, на мой взгляд, вы можете порадоваться. Это. Вот. Вы можете порадоваться, но если вы не чувствуете радость, то возможно дело и не в любви к мужу, а в каком-то, вот, другом чувстве. Чувство. Что это за чувство, за чувство такое? Вопрос. Его нужно, его нужно преследовать. Это чувство. 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 Вот. Я думаю, что вы поняли, чего вы хотите. Сейчас чего вам не хватает. Вы сможете восстановить. Вы сможете восстановить. Равновесие. Вот. Которое. Которого сейчас у вас нет. И. А, значит. Вам будет легче. Вот. Понимаете, да? Какая штука. А сейчас вам тяжело. Ну. Просто. Еще. Потому что, вероятно. Некому высказать, выразить вот. Эм. Те. Чувства, да? Которое. Которое. Ну. Вот. У вас есть. Болезнь. Боль. Которое абсолютно нормально в вашей ситуации. Абсолютно нормально это чувствовать. Абсолютно нормально это переживать. Единственное что. Единственное что. Мне показалось. По крайней мере. По крайней мере. Что вы вот. Свою злость. Которая у вас есть. На. Получается. Себя. Сам. да. Вы ее. Вдерживаете. чувствуете на муж. То, что вы вините себя, говорит о том, что опять же вы потеряли что-то такое. Довольно важное, довольно значимое. И наша задача с вами постараться увидеть, а что же вот это вот, что вот такое значимое вы потеряли. Причем именно, именно потеряли. Вы именно потеряли это в нашем. Я думаю, что в этих аспектах вам нужно двигаться. Вот. Ну, я бы не сказал, конечно, что, значит, всё будет легко. А здесь, ну, в этой ситуации, совсем не сказал бы, что будет всё легко. Потому что сопротивления будут, да, будут какие-то вот сбеживающие факторы и так далее. Ну, тем не менее. А вот вы спрашиваете о том, конец лета. Да? Ну, опять же, на мой взгляд, по моему мнению, в какой-то степени это зависит от вас. Вот. Как я думаю, это зависит от вас. Вот. Потому что если вы выстроите эти отношения со своим супругом, заново, вот, у вас будет шанс вы исправить. Но для этого вам, как мне кажется, нужно найти к нему свои чувства. Именно к нему. Не к себе, как сейчас это происходит, а к нему. И больше быть направлены на него. А для того, чтобы это сделать, вам нужно некое такое вот внутреннее равновесие обрести. Сейчас у вас, на мой взгляд, внутреннего равновесия, к сожалению, нет. Да? То есть вы сейчас вот мечтесь от одного к другому. Вот. И... Ну, ничего хорошего, как бы. не получает. Не получает. Не получает. Из этого. Ну, оно и понятно. Вот. Вы находитесь в... Весьма растерянных чувствах. И вам, как мне кажется, вот, в первую очередь, сейчас нужна поддержка. Вот. Ну, опять же, вот. А... Психолог может вам помочь эту поддержку получить. Да? И... И начать обратиться на себя. Провести анализ и... Возможно, увидите... У... Увидите, что... не так. Страшно, как... Сейчас вам это видится. Вот. А... А... Особенно, если... Дело в том, что вы не... э... Не мыслите как-то вот... Без... 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 своего супруга, да, свою жизнь, вот, вот особый, если так. То есть это вот крайне такая опасная, опасная вещь, потому что если человек не мыслит своей жизнью без другого, да, то развиваются такие вот довольно-таки нездоровые отношения, вот, и, в общем-то, как раз-таки это в той или иной степени может приводить к тому, что люди могут расходиться, вот, потому что созависимость, связание, вот, это очень давит на партнёра, ну, может давить, может давить очень сильный фильм на партнёр, вот, и, значит, провоцировать того на уход, на уход и на поиск вот какой-то такой, большей свободы, да, да, получается. Вот, ну, как-то так, да, лучше тоже вот, хотелось бы вам ответить. Вот, что это с точки, с точки зрения психологии мой ответ вам, значит, бубам. Вот, я надеюсь, что именно с такой точки зрения мы и будем на эту проблему смотреть. А если же вы хотите погабать, да, вот, что, ну, может быть, вам вот хочется погабать, да, то здесь я бы рекомендовал вам обратиться, конечно, к изоберикам в соответствующий раздел. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она приходится за обратную связь по моему ответу. Я буду благодарен, это позволит вам формулировать базовые постелаты для психотерапии.